Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Чувства к бывшему мужчине есть общий ребёнок. Уже сил моих нет. Наверное, очень хочется выговориться, потому что говорить о своих чувствах к бывшему мужчине, кому-то из родных и близких, кажется безумием. Почему безумие, не совсем понятно. Вообще-то близкие и родные люди это вот именно те, кто в первую очередь вам оказывают поддержку. Поэтому то, что вы считаете это безумием, является, ну по сути, проявлением того, что вы обесцениваете свои собственные чувства. Мы встречались долгое время, в последнее время начались постоянные ссоры и непонимания, расходились и так по кругу. Ну, во-первых, из-за чего ссоры? Во. Они не возникают на ровном месте. Во-вторых, попробуйте увидеть свою ответственность в конфликте. То есть вы как-то говорите за двоих, а вот попробуйте за себя только сказать. Потом я узнал, что беременна, но никак не отреагировала. Ну, опять же, как бы здесь история про вашу личную ответственность. То есть если вы ссоритесь и вы узнаете, что вы беременны, значит, соответственно, интимная жизнь является как бы продолжением скандала. Да? Продолжением ссор. Это очень деструктивный путь. Выстраивание взаимоотношений свидетельствующий о том, что, в общем-то, не вы, не ваш мужчина как-то не очень понимаете, что вообще с вами происходит и чего вы хотите. Вот. Он никак не отреагировал, а должен был отреагировать как-то с учетом того, что вы ссорились постоянно. Сказал, хочешь рожать, рожай, и благополучный исчез из моей жизни. Я приняла решение рожать, потому что, скорее всего, я останусь одна, я понимаю, что, скорее всего, останусь одна и без его помощи и поддержки. А для чего рожали? Не в том смысле, что не надо было, а в том смысле, ну, как, какое, из какого чувства, из какого желания вы это делали. То есть вы как будто бы в данном случае сознательно, целенаправленно поместили себя в позицию жертвы. Дальше. Значит, вы приняли решение рожать. Он не интересовался моей жизнью ребенком в целом, пока ему не исполнилось 6 месяцев. Узнавал что-то через знакомых, общих, переводил каждый месяц деньги. Ну, перевод денег, в принципе, это, вообще-то говоря, поддержка. И почему вы говорите, что он не интересовался, как бы, вашей жизнью ребенком, не совсем понятно, да? С вами он расстался, что ли ему ребенок не нужен, он сказал, а деньги приводил, на мой взгляд, более чем достойное поведение, но вы чего-то хотите, вы хотите больше. Значит, эм, да, когда он появился, я не устраивал разборок, держал себя спокойно ровно, впустил в дом, он виделся с ребенком. Выглядит так, как будто, опять же, вы зашимаете собственные чувства, не умея не говорить. Эм, ко мне относился странно, как будто злость ко мне отдак и не отпустила его, а должна была? Ну, как бы, исходя из чего вы решили, что его злость должна была к вам пройти? Или вы думали, что если он захотел увидеться с ребенком, это означает, что у него чувства к вам? Между нами никаких близких отношений уже не происходило. Опять же, а должны были? Так, наше общение хватило на месяц. Ну, что значит наше общение? Я думаю, что, опять же, вы можете как-то увидеть свою личную ответственность в том, как вы это общение выстраивали. Его желание навещать ребенку уменьшалось в геометрической прогрессии. Меня очень злило. Чем? Особенно с учетом того, что он сказал, что ребенок ему не нуит. Начались недовольства с твоей стороны, опять конфликты, опять он ушел. И снова вы не видите своей ответственности в конфликте. Снова вы не умеете обращаться с тем, что вы испытываете. Через два месяца он перестал переводить деньги. Ребенку сейчас почти два года. В садик пока не берут, оставят его несколько мест, стало тяжело материально. Как будто бы вот здесь, да, вы себя, вот повторюсь, опять же, помещаете в позицию жертвы. Я написал ему и спросил, интересует ли его судьба ребенка и нужен ли он ему вообще. Для чего? Ведь он вам уже сказал, что ребенок ему не нужен. Опять же, есть ощущение, что вы говорите не о том, что вам важно. Ага, так, он ответил, да, конечно, нужен, договорились о встрече. Сказал, что возобновит переводить деньги каждый месяц и общение с ребенком. Но опять же, нужно выяснить, почему перестал переводить деньги. Мне только хуже от этих встреч, я стараюсь уходить в другие комнаты, заниматься своими делами, лишь бы меньше с ним контактировать. Вы описываете состояние любовной зависимости, вот, можете сами изучить этот, эээ, так сказать, феномен в интернете, да, просто напишите любовную зависимость, я думаю, вы поймете, о чем идет речь. Вот, соответственно, вам нужна психотерапия, как здесь. Он мне сказал, что у него есть подруга, возможно, даже не одна, я вижу, как ему звонят, и он ведет с ними приписки, и я себя чувствую просто ничто же. Ну да, в любовной зависимости от она, это нормально. Потому что я до сих пор люблю его. Ну, давайте поиследим немножко ваши чувства, что вы вкладываете в люблю. Я сказал ему о своих чувствах, он ответил, что относится ко мне только к мате, лишь к матере и ребенке, а не более. Ну, это нормально. То есть принимать, как бы, отказ в ваших чувствах очень важно. Если вы этого не можете делать, это говорит о том, что вам нужно личностно расти. В этом, опять же, и вам поможет психотерапия. Так, не проявляет никакого интереса, как к женщине вообще. Ну, на мой взгляд, вы немножко противоречите себе, если относится к вам как к матери, а ребенку не более о каком интересе речь. Хотя я знаю, что я красивая, стройная, всегда была ухожена, как до рождения ребенка, так и после него. Ну, это не имеет никакого отношения, на самом деле. Важно то, что вы, как бы, себя не цените. Не цените. Говорит, что мы не сходимся характерами, это нормально. Когда вижу его, вижу, как он общается с новыми пассиями, слезы наворачиваются на глаза. Это любовная зависимость, с этим нужно работать. Вы не видите свою жизнь без ребенка. Ой, без мужчины. Не могу тебя сдерживать вообще, посоветуйте, пожалуйста, как быть, психотерапия. Советую. С новыми мужчинами знакомиться пока проблематично, потому что маленький ребенок, в принципе, постоянно со мной. Это вопрос личных границ, с одной стороны. А знакомство с новыми мужчинами вам, в принципе, ничего не даст. Из помощников только моя мама. Но, опять же, вы все это знали, вы согласились рожать. И вы, как будто бы, сейчас тяготитесь от своей же ответственности, понимаете? Я думаю, что такой подход у вас, в принципе, по жизни присутствует. Его нужно корректировать. Жду, когда смогу отдать садик, выйти на свою работу, занимаю хорошую должность. Всегда было много общения вокруг. Пока просто убиваю свою самооценку и унижаюсь перед бывшей. Ну, совершенно очевидно, да, что вы себя не цените. Совершенно очевидно, что как-то слабо у вас в контексте интересов. Вот. Совершенно очевидно, что... Ребенок вами наделялся каким-то смыслом, который, судя по всему, не образовался. Вот. И он начал вас тягасить. Вот. И, судя по всему, вы, вот, ну, как бы, стремитесь к успеху, да, определенному. Но вот это стремление к успеху, оно вас губит, потому что это делается в обход, как бы, вас самой, в обход того, какая вы. А то, какая вы, в принципе, вы не очень хорошо понимаете. Я бы здесь уделил бы внимание вашему взаимоотношению с мамой, вот, и посмотрел бы, как они складываются. Возможно, там есть тоже несколько болезненных для вас и важных точек, которые необходимо проработать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего, всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok